Традиционный новогодний стол то еще испытание и для тех, кто его готовит, и для тех, кто потом дегустирует. Большое количество пищи, да еще и не самое полезное, не щадит организм. Диетологи сейчас раздают полезные рекомендации, а самых важных для нас с вами расскажет Мария Зарукина. Каким блюдам лучше отдать свое предпочтение в новогоднюю ночь? Лучше всего на праздничном столе обращать свое внимание на белки и клетчатку. Нежирное мясо, птица, рыба, овощи и грибы. Лучше всего эти продукты запечь, но для особо переживающих за свою фигуру можно приготовить и на пару. Есть ли какие-то рекомендации, во сколько и с чего лучше начинать пиршество? Начинать лучше все же часов в 9, так вы подготовите свой организм. При этом легкие закуски, сыр и зелень помогут вам не оставаться голодными, но и не переесть. А вот кусочничество лучше исключить. Подъедать в процессе готовки не стоит, иначе к основному пиру желудку будет уже тяжело. Можно ли не есть весь день, чтобы вечером больше влезло? Нет, это основная ошибка всех хозяек. Завтрак и обед лучше оставить в прежнем режиме, иначе к конце дня после первой тарелки оливье ваше поджелудочное может подпортить новогоднее настроение. Кстати, об оливье и салатах с майонезом. Можно ли его чем-то заменить? Да, эта традиция жирным майонезом все же отходит в последнее время. Многие люди давно научились заменять его сметаной, натуральным йогуртом и различными безопасными соусами. В крайнем случае майонез можно приготовить и дома. Рецепты очень простые, но помните, что портится он быстрее, чем магазинный. Как уместить в себя сладкое? Важно придерживаться простого правила от сытного к вкусному. Сначала мясо и гарнир, а потом все, что послаще. Вместо торта и выпечки лучше поставить на стол фрукты, но постарайтесь исключить сладкие напитки. А какие напитки тогда использовать? Несладкие морсы, чай и глинтвейн. Еще одно правило. Что-то поел, обязательно запей чистой водой. Пусть это будет первое, что появится на вашем новогоднем столе. А алкоголь? Алкоголь, конечно, очень калорийный и значительно замедлит переваривание еды, но если это больше исключения из правил, сильно переживать не стоит. Просто постарайтесь есть и выпивать не одновременно. Лучше отдать предпочтение шампанскому категории брюд и сухому вину. Красная, кстати, даже помогает усвоению пищи. И его тоже лучше чередовать с чистой водой. Как-то можно помочь своему желудку в процессе переваривания большого количества пищи? Как ни странно, поможет вам жевательная резинка. Она будет больше выделять слюны, нейтрализует кислотную среду в желудке, которая и является причинами частого дискомфорта. А что делать, если все-таки переел? Чтобы помочь организму, можно воспользоваться полиферментными препаратами, но в небольшом количестве. Коробочку с ферментами можно вообще прямо поставить на новогодний стол и принять в разгар пищевой вечеринки. Обратите внимание, что лекарства нужно принимать во время еды, а не до или после. На утро праздник живота же можно продолжать. Организму нужно дать отдохнуть от тяжелой пищи и велика вероятность отравления едой, которая всю ночь простояла на столе в тепле. Идеальная послепраздничная еда – это горячие супы, а лучше всего уха. Есть еще какие-то рекомендации по новогоднему застолью? Вообще, постарайтесь использовать маленькие тарелочки для еды. Так вы действительно съедите намного меньше. Помните о правиле от сытного к вкусному. Поменьше сидите за столом и больше двигайтесь. И ни в коем случае не лежите после застолья. А где ставить запятую во фразе «есть нельзя пробовать» – решать уже вам. Но помните, за каждое переедание придется платить здоровьем. Мария Зарукина, Виктор Бородин, 7 канал.